Искусство во имя детства. В Лон-Одэ открылась необычная выставка. Художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и нашего города выставили свои работы на продажу. А все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Как сделать добро под Новый год? Подробности в сюжете Саюны Бухаевой. Благотворительная акция в Бурятии проводится в четвертый раз. Раньше организаторы проводили в формате аукциона и конкурса. В этом же году решили поменять концепцию. Сейчас проходит выставка продажа картин бурятских художников. На экспозиции представлены 12 работ. Все они отданы в даре региональному детскому фонду. Автор двух из них – скульптор Надежда Супонина. Я не долго думала, сразу согласилась, потому что для меня это, правда, большая возможность помочь внушительной сумме денег детям. Эту работу привезли специально из Москвы. Картина Дашина Мдакова исполнена в технике жекле, что значит, она сделана не в едином экземпляре. Например, номер этого произведения – 11. Всего их в мире 100. Стоимость одной работы варьируется от 9 до 180 тысяч рублей. Всех их можно посмотреть онлайн на сайте регионального отделения Всероссийского детского фонда. Все средства с продажи направляются на стипендии студентам, которые нуждаются в поддержке. На последнем аукционе собрали миллион. Но и этих денег на всех не хватило. Только 20 человек получили премии, а претендовали в два раза больше. Они же автоматически становятся волонтерами детского фонда. Они участвуют во всех мероприятиях, которые мы проводим. Ко дню защиты детей, да, новогодний праздник – это наше мероприятие, которое мы обязаны проводить всегда. Среди стипендиатов фонда участница федерального телешоу для детей-сирот. Ты супер! Это новое веяние для нашего региона, что человек, помогая людям, детям, именно фонду благотворительности, не просто отдает деньги, а получает частичку искусства, частичку души, работ. Акция будет длиться всего 8 дней, до 20 декабря. И уже к концу года все полученные средства будут распределены на поддержку талантливых детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. А в январе следующего года они уже получат свои долгожданные стипендии, как подарок к Новому году. Саюна Бухаева, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». До новых встреч! Продолжение следует...